Друзья, привет! С вами канал Клинкер Пром и Григорий Клеткин. Мы находимся в нашем шоуруме. Прекрасный шоурум, который не так давно открылся. И сегодня у нас новый формат. Формат, который еще пока не типичный для этого канала. Я его решил записывать, когда мы находимся в шоуруме. У нас нет объекта, либо занесено снегом, либо, как сейчас, мороз минус 20. И, в общем, нет объекта, который можно было бы показать. Буду для вас показывать вот такие истории. Решил я эту рубрику назвать как «История одного макапа». Сегодня речь у нас пойдет об одном цвете, об одном кирпиче, об одном бренде. Данный формат мне захотелось снять, потому что мы начали строить выставку из макапов. Делаем различные заводы и делаем вот такие кладки. Где-то здесь примерно полтора метра квадратного. Я считаю, что только так и можно демонстрировать кирпич при продажах. Не когда у вас там 2-3 кирпичика вам показывают в каком-то офисе, в шкафчиках. А когда это полноценная кладка. Только так можно понять, как данный кирпич будет выглядеть на вашем доме. Можно посмотреть его на разном шве, на тонком, на толстом, на утопленном, на шве, которое выходит за границы. Рваный шов, различные типы кладки. Это 3D кладка может быть, либо хаотичная, как на данном примере. В общем, такие форматы, они меня увлекли. И они увлекли настолько, что я решил рассказывать историю, которую, в принципе, вы не услышите от менеджеров по продажах. Ни у нас, ни в других шоурумах. Ну, попросту говоря, не каждый так хочет детально изучить этот продукт. Свой продукт, которым он занимается. А даже те, кто глубоко в теме, они навстречу просто не смогут вам выдать эту информацию. Потому что нужно много обсудить технических деталей. Сколько кирпича в палете, сколько палет в фуре, сроки поставки, водопоглощение, морозостойкость, цены, конечно же. Такие технические детали. Некогда будет вам рассказывать про историю заводов, про собственников, про технологию производства. Сегодня, собственно говоря, у нас и пойдет речь об этих вещах. О вещах немного других. Об архитектуре, о дизайне, о красоте кирпича, о цвете кирпича, о глубине. Сегодня цифр не будет сухих. Сегодня у нас будет выпуск про эмоции, про историю, про один бренд, про один завод, про один цвет. Речь сегодня пойдет об архитектурном кирпиче ручной работы. Вы даже вдумайтесь, как это звучит красиво. Архитектурный кирпич ручной работы. Это, конечно же, ручная формовка. Бренд называется Vogelsans 10 Fabric. Фабрика находится в Нидерландах. Мы сегодня с помощью онлайн-технологии сможем погулять по этой фабрике. Покажу вам кадры из видеоролика. Для меня это бренд новый. Я, конечно, еще не был на этой фабрике. Да и сейчас возможности нет. Но при первой возможности, когда у нас снимут эти ковидные ограничения, мы постараемся туда поехать и показать вам уже вживую, как это все производится. Сегодня вы можете наслаждаться этим прекрасным макапом. Конечно же, история возникновения макапа очень интересная была. Я на просторах увидел вот этот дом, который находится в Нидерландах. И он меня действительно гипнотизировал. То есть здесь, во-первых, живая кровля такая из камыша и очень интересная кладка. Во-первых, здесь несколько цветов, три цвета и два формата. Но этот кирпич еще настолько оказался ярким, то есть, казалось бы, чисто оранжевый цвет. Если кто-нибудь вам сказал, что хочу оранжевый кирпич, ну, наверное, это звучало как-то банально. А когда вы увидите, каким может быть глубоким оранжевый цвет, ну, действительно это завораживает. Кстати, к нам, когда клиенты приходят в офис после того, как мы его сделали, они прямо останавливаются на этом месте и как под гипнозом могут простоять и просмотреть несколько минут на этот цвет. Конечно, цвет потрясающий. Не знаю, видеокамера передает всю глубину цвета, но вживую, конечно, он бесподобен. И вот так мы увидели этот дом. Я начал искать, что за бренд. Я слышал ранее про этот завод, но никогда мы не работали с этим брендом. Мы составили композицию пробную на полу, сделали пробную кладку. И вот уже когда выкладывали этот цвет, мы поняли, что вау, это вот как раз то, что нужно. Бренд называется «Вогельзан». Фабрика находится в Нидерландах. Вот так завод выглядит. Существует он с 1919 года. По нашим меркам, это не совсем старое предприятие. Есть более старые заводы, я о них постоянно рассказываю. В Германии, в Нидерландах, в Бельгии из 1850-х годов существует. И даже есть бренд, который у нас с 1791 года существует. Но все эти бренды, они остались за собственниками. То есть осталось имя собственника, основателя. Но, как правило, от самого завода и от самих технологий практически ничего не осталось. Почему? Потому что эти заводы несколько раз модернизировались. Сейчас там работают какие-то роботы, высокие технологии. Печи постоянно перестраивались. Печи сейчас в основном на газу, либо на каких-то возобновляемых источниках энергии. Там биогаз, ветряки, солнечные батареи, все что угодно. И это всегда модерн, это всегда технология уходит вперед. А вот данный бренд, Вогильзан, он остался практически неперестроимым. Даже во время Второй мировой войны завод не был разрушен, в отличие от остальных заводов. И технология производства, производства кирпича осталась такой же, как и сто лет назад. Это кольцевая печь, последняя в Нидерландах кольцевая печь, которая обжигает кирпич на угле. И не на простом угле, а на угле еще специальном очищенном. Уголь для этой печи приобретают только в Венесуэле, либо в Колумбии. То есть чистейший уголь, который практически полностью сгорает. Допустим, уголь с Восточной Европы уже не подходит. Мало того, когда обжигают кирпич, сами заготовки обволакивают в дубовой опилке. Представьте, технология не нова. Обычно производители ручной формовки обволакивают. Есть заводы, которые обволакивают в опилке, в обычные отходы от каких-то деревянных производств, либо в песок. Но вот на дубовых опилках я такого не слышал. И когда дуб оплавляется, а я вам сейчас про технологию расскажу, он сначала не сгорает, потому что температура невысокая в печи при начальном обжиге. Он оставляет вот такую потрясающую структуру. То есть эти дубовые опилки, они впечатываются, оплавляются и придают, конечно, неповторимую выразительную структуру. Находится завод недалеко от границы с Германией. Вот если мы посмотрим, это у нас Германия с правой части экрана. Вот мы видим города Оснабрюк, Дюссельдорф. И в принципе все клинкерные заводы, все производители, они находятся в этой местности. Почему? Потому что северо-запад Германии это как раз знаменитое месторождение вестервальдской глины, тугоплавких сортов специальных сланцевых порог. Именно здесь находятся все заводы. Тут же у нас Бельгия рядом, тоже в этой части находятся заводы. И в Нидерландах заводы находятся в этой части. Местность называется Маас и Вал. Это реки. И исторически вдоль этих рек селились ремесленники. Практически в каждой деревне производили кирпич. Кирпич, либо черепицу, либо какие-то гончарные изделия, может быть, посуду. Потому что в этой местности очень много глины. Так как почва неблагоприятная для земледелия, конечно, все занимались этими глиняными изделиями. То же самое было и в Германии. И вот в 1919 году приходит компания в эту местность и на базе старых печей строит завод. Компания называлась Дерек энд Гендельс. Сейчас она уже не существует. Производила она вот такие замечательные кирпичи лазурованные, плитку с картинами, посуду всевозможные. Вот эти ребята строят в 1919 году завод. Приглашают на должность управляющего Теодоруса Арца Вандерзандена. В кирпичном мире фамилия Вандерзандена достаточно известная. Кто будет из коллег смотреть, они, конечно же, вспомнят. Есть знаменитый завод Вандерзанден, но это другой Вандерзанден. Наш Вандерзанден приезжает как опытный управляющий, как мастер печных дел на этот завод, который построила другая компания. И возглавляет это предприятие, для него строит дом и занимается управлением этого бизнеса. На тот момент это, конечно, печь, кольцевая печь Гоффмана, так называемая. Она была очень популярной. Ну и в основном все заводы, они обжигались по такому принципу. Вот семья. Это тоже забегу на немного вперед. Семья Вандерзанденов. Это Герт Вандерзандер. Он уже отошел в отдел. Два брата его и внук, которые тоже сейчас перенимают опыт. И получается, что Вандерзандены, они были потомственными управляющими. То есть они никогда не были собственниками завода до 1888 года. То есть практически, сколько у нас там, 60 лет, да? 60 лет управляющие передавали эту должность из поколения в поколение. На удивление. А владели самим заводом разные компании. Ну, допустим, компания Дерек Ингендельс, она продала этот завод уже в 1924 году. Но управляющие всегда оставались в Вандерзанденах. И как интересно, да, часто в европейских заводах не только собственность переходит по наследству, но даже должности, казалось бы, да? Почему должность передается от отцу к сыну? Ну, удивительно просто. Почему сын не идет заниматься другим бизнесом каким-то, да? Либо в творчество. Он именно занимается, как и его отец, управлением. И управлением на кирпичном заводе. Также очень много работников, которые отработали на заводе, там, 30-50 лет. И вот мы посещали заводы в Европе. Многие рабочие знают, что работал на заводе отец и дед. Даже обычные рабочие. То есть такая преемственность поколения. Ну, по рабочим понятно. В принципе, в этой местности, допустим, если мы берем городок Диез, там две фабрики находятся. Это одна фабрика принадлежит Венербергеру концерну. Это тоже историческое предприятие, которое производит черепицу. И вторая фабрика производит кирпич. Это Вогельзан. И рабочие, ну, в принципе, они все равно, они могли тут поработать, там. Но они не метаются. Они работают семьями и работают целыми поколениями. Вот сейчас еще очень интересная деталь. Я расскажу вам про кольцевую печь, которых осталось в Европе. Ну, я вот знаю две печи. Одна в Германии, одна в Нидерландах. В Нидерландах точно такой нет. А та печь, которая в Германии, тоже известный достаточно завод в узких кругах, она уже досыпает уголь автоматически. На заводе Вогельзан это происходит вручную. Принцип устройства печи. Вот так выглядит кольцевая печь. Обычно сейчас кирпич обжигают в тоннельной печи. Это длинные печи такие, 100 метров и более. И как происходит процесс обжига? Подается вагонетка с кирпичом, подается в печь. Когда она только заходит, кирпич только высушен после сушки, но он еще достаточно влажный. Там нельзя ему сразу дать такую большую температуру. Он заходит, и самый жаркий огонь, он находится в центре печи. Зашла вагонетка, здесь слабый огонь. И потихоньку-потихоньку вагонетка продвигается по печи. Происходит это примерно четверо суток до конца. В центре самый-самый жар. Температура, если мы берем клинкерное производство, порядка 1200 градусов, может быть до 1400 доходить. И получается, как закалка металла. Плавный нагрев постепенно, вагонетка очень медленно движется. И потом плавный отпуск. Вот если мы берем кольцевую печь Гоффмана, то здесь принципиально другая технология. Здесь уже передвигается не сам кирпич по печи, а огонь. Существуют вот такие ворота. На заводе Вогельзан порядка, если память мне не изменять, 16 ворот. Сюда подается кладка с кирпича. То есть это как комната такая. Кладка кирпича складывается практически до потолка. Далее происходит обжиг. То есть сначала, когда только подали сырой кирпич, он только после сушки, здесь нет жара такого. Здесь кочегары. А кочегары о них я еще подробно расскажу. Это самые-самые такие опытные люди. Они здесь не топят. Они топят в этой части, где уже подошел кирпич к самой наивысшей фазе обжига. Здесь они подкидывают уголь. А так как эта печь, она открытая внутри, горячий воздух проходит к этому кирпичу. И его просушивает и начинает обжигать. Далее, через несколько дней, кочегара постепенно переходит на верхнюю, на другую часть печи. И здесь как раз уже кирпич готов к полноценному обжигу. А этот кирпич начинает остывать. И через какой-то период открываются ворота. Они открываются в каждой комнате в какой-то из дней. Каждый день новый кирпич закладывают, обожженный кирпич вынимают. И это целая технология. На самом деле, устройство печи, оно очень простое, но в то же самое время оно очень гениальное. И в то время, конечно, такие печи были везде распространены. И таким образом движется по печи не сам кирпич, а движется воздух, горячий воздух и огонь. Четыре стихии участвуют в производстве данного кирпича. Нет ни капли химии. Это огонь, это вода, земля, сама глина и воздух. Все, больше ничего нет. Завод не использует никаких глазурей, ангобированных поверхностей, никаких добавок цветов, только натуральная глина. И глину они закупают в Нидерландах, есть свои карьеры, и часть глины привозят из Германии. Это знаменитая вестервальдская глина. И вот интересно, когда вот эта кладка доверха, доверху, видите, они еще определенным образом сложены, чтобы уголь, который сверху насыпает, чтобы он проваливался до самого низа. И после того, как кладка обжигается, она уменьшается, да, так как кирпич, он в полтора раза больше, чем обожженный кирпич, она уменьшается, оседает, и эти каналы закрываются. И вот после этого можно считать, что кирпич полностью обожжен. Водопоглощение его разное. Оно может быть от 6%, это 12%. 6% – ну, это практически уже клинкерный кирпич. Вот мы видим, это может быть один обжиг даже. Вот такой кирпич, он уже деформированный, он находится к самому близкому источнику горения. Поэтому, когда этот кирпич вы будете, если рассматривать к приобретению, вам будут говорить средний процент водопоглощения, то есть в среднем он 10%. Для ручной формовки – это очень низкое водопоглощение, потому что ручная формовка, как правило, начинается от 12. Но вы знаете, что здесь будут как клинкерные кирпичи, которые уже спеклись до каменной структуры, до остекленения с минимальным водопоглощением, да, вот такие темные, корявые кирпичи, которые были близко к источнику горения. И также будут вот такие яркие, светлые кирпичи, у которых там ближе к 12% водопоглощения. И вот вторые люди, ценные на заводе – это сортировщики этого кирпича. Когда они вытаскивают кладку, они начинают правильно сортировать под задание архитектора. Вот здесь, например, у нас сортировка 3,5. 3,5 – это красные цвета. Плюс 6 темные цвета, вот такие коричневые. И 6 РБ – это вот такие уже запеченные цвета. То есть здесь три цвета. И это сделали сортировщики специально. Можно взять, и в дальнейшем я покажу проекты, где только вот такой оранжевый. Это, конечно, визитная карточка в Эгель-Заном. И вот такие оранжевые цвета, они потрясающе смотрятся на домах. Но можно также и замиксовать, как вот на данном макапе, что мы и сделали. Сейчас вот на картинке мы видим, как выглядит тоннельная печь сверху. Вообще тоннельная печь – это дом, можно его сравнить с домом, который накрыт кровлей. И обжиг происходит кочегарами по верху, в чердаке в так называемом. Это тоже важное помещение, где кочегары, мастера своего дела, а делают они как по старинным технологиям, как мастера древности это делали, ходят по данной печи и производят обжиг. Только эти люди 24 часа на 7 знают, какое отверстие открыть и куда насыпать уголь, чтобы кирпич получился и качественным, и с уникальными цветами. Вот так это происходит. Обжиг одного кирпича длится от 10 до 14 дней. Представьте, да? Если известные заводы, которые на тоннельных печах с помощью роботов, механизации обжигаются от 2 до 4 суток, то здесь вручную кирпич обжигается 10-14 дней. Вот здесь мы видим, как кирпич обволакивается в дубовой опилке. Это ручная формовка. И вот такие прекрасные строения получаются в итоге. Это, кстати, шоурум, который недавно был построен на самой фабрике. Это единственное свежее строение в стиле модерн, такой стиль хай-текс, плоская кровля, очень популярный. И вот если мы посмотрим переднюю часть, это большие витринные панорамные окна, которые выводят на старинную фабрику. Внутри шоурума делало известно архитектурное бюро и получило премию за этот проект. Внутри шоурума сделаны такие сводчатые потолки, имитирующие тоннельную печь. Мне кажется, это потрясающе выглядит. Нужно, конечно, обязательно посетить этот шоурум. Второй цвет популярный, и это будет второй макап, который мы сделаем. Мы уже заказали образцы с Нидерландов, пока не в пути. Он будет вот такой. Это тоже визитная карточка этого завода. Это бежевые такие теплые, охристые, бежево-белые тона. Тоже выглядят бесподобно. Но, конечно, самый-самый популярный цвет, и этот завод знает в Нидерландах очень много проектов. И в Амстердаме, и эта реставрация. Все, кто занимается реставрацией, архитекторы, они обращаются на этот завод, потому что именно он передает эту древнюю структуру. Кирпич выглядит как состаренным. Он выглядит уже таким пожившим какой-то период, с какой-то историей, даже если это новое строение. Еще несколько исторических фактов. Этот завод принадлежал разным компаниям. Это я уже сказал, да. Но управляющими были всегда вандерзандены. До 1988 года. Пережили они Вторую мировую войну. Эта территория была оккупирована немцами, германцами, да, во время Второй мировой войны. И вот вандерзандены прятались со своей семьей прямо в тоннельной печи. Там уже эвакуировали всю местность. Когда союзники освобождали эту территорию, они прятались в тоннельной печи. Ну и, конечно, собственники переживали за трубу, так как она являлась мишенью. Любая бомбардировка, либо бомбежка из воздуха могли полностью сравнять этот завод с землей. Но завод выстоял. И после Второй мировой войны начинается подъем. Начинает активно строиться Европа. Реставрация идет, домостроение, экономика повышается. И завод, конечно, процветает в эти годы. Процветает он до той поры, пока не наступает новый кризис. Кризис наступил как раз вот то, о чем я раньше рассказал, в связи с модернизацией других заводов. То есть заводы уже модернизировались. Это сейчас для нас некий эксклюзив, когда делают кирпич руками и обжигают его на дубовых опилках и на угле. А тогда это было такое старье 80-х годов. Ну, представьте, до 80-х, со времени окончания войны, прошло, ну, сколько там, 30 лет. То есть больше даже сейчас прошло времени с 80-х годов до 2020-х годов, уже более 40 лет. А тогда прошло 30 лет, и ценились производства, которые модернизировались, успели это сделать, которые делали газовые печи, которые делали более массовые производства, которые были сверхсовременными. А вот такое старье, где работали еще лошади, как они пишут, да, у нас в 80-м году ушли последние лошади на пенсию. Где делали руками, где топили углем. Ну, это уже было устаревшим предприятием. Такие производства, конечно, закрывались и банкротились. Либо их поглощали новые современные компании, да, которые быстро могли модернизироваться. У собственников данного завода не было денег на эту модернизацию. И вот в 87-м году потух огонь в печи. Ну, чтобы вы понимали, такую печь нельзя тушить. Например, с того времени больше ни разу не потухал огонь. То есть она всегда горит. Ее очень сложно потом запустить. Там часть чего-то нужно перестраивать. Ну, то есть сложный, дорогостоящий процесс. Вот тогда потух огонь. И это было в канун Нового года, в канун Рождества. Рабочие ушли все по домам с расстроенным видом. Пошли искать работу. А вот собственник, не собственник, а управляющий, вот этот дядя, да, который вам показывал, Герт Вандерзанда, он начал договариваться со своими работодателями, с собственниками этого завода, чтобы этот завод перешел к нему в... Ну, он уже был в управлении, перешел к нему в аренду. И чтобы доказать, что он справится с этим производством, ему пришлось объехать всех своих покупателей, партнеров, преимущественно это были другие европейские страны, ну, например, Германия, и набрать контрактов. И прийти к своему работодателю, показать, что вот у меня есть ресурсы, я умею это делать, мой дед делал, мой прадед это делал, я смогу вытащить завод из кризиса. И тогда, наверное, благодаря гениальному маркетинговому уходу они смогли превратить вот это недостоинство в свой достаток, превратить этот эффект ручного труда, то есть посмотрели управляющие в будущее, поняли, что со временем это будет наоборот цениться, везде уже роботы, летающие тарелки, беспилотные автомобили ездят, а кирпич производится, как и сто лет назад, вручную, и обжигается с помощью угля. Ну, тут, конечно, нужно отдать должное, да, видению тех собственников. Он тогда сумел договориться со своими собственниками, ушло у него на это три месяца, и 1 марта был запущен заново завод. Стал производить кирпич, так же, как и раньше, вылезли из этого кризиса, и через 10 лет завод по договоренности перешел к этой семье, которая была, управляла этим заводом уже несколькой династии, то есть такая уже управляющая фамилия стала, да. Сейчас Вандерзанден и собственники этого завода. Фабрика Вандерзанден является национальным памятником этой страны, то есть тоже, представьте, сейчас туда водят экскурсии, приезжают архитекторы, дети приходят и постоянно рассказывают об истории этой фабрики, об истории становления бренда. Кирпич, конечно же, да, что касается цен, он не дешевый, как вы понимаете, да, европейский труд, плюс такие технологии, такое производство, но я не буду вам называть цены. И мы просто так, если нам человек позвонит, спросит, сколько стоит, мы не называем цену, мы уже разговариваем конкретно, когда будет какой-то проект, мы будем совместно с архитектором добавлять этот бренд в проект. И только так мы сможем, зарегистрировав обязательно данный объект на заводе в Нидерландах, назвать вам цену данного проекта. Он, кстати, не такой, не космически дорогой, как можно подумать из моего рассказа. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько может стоить этот цвет и сколько этот кирпич. Если этот кирпич может оказаться дорогим для вас, я вам предлагаю рассмотреть такую вещь, как выполнение кладки на различных участках, сделать комбинированным фасад. Ну вот, что я сейчас вижу. Действительно, пошла у нас неплохая архитектура. Вот я часто езжу по коттеджным поселкам и вижу, как развивается архитектура. Очень много понастроили хай-тек стиля с плоской кровлей. Очень популярный сейчас стиль у нас, да, стиль мимимолизм. И вот эти фасады, они уже достаточно функциональные, они классные, они без подвала, без каких-то там трех-четырехэтажных, как строили в 90-х. Безумные площади 1700 метров. Они стильные, европейские, но они стоят такие безликие. Я их называю как школы. То есть, действительно, когда едешь по коттеджным поселкам, мы видим школы и детские сады. Очень много хай-тек стиля стало. И вот можно с помощью такого кирпича крутого не обязательно на это тратить, на весь фасад, какие-то неимоверные миллионы, десятки миллионов рублей. Достаточно выделить какую-то стену. Или вот как у нас был проект еще в одном очень известном кирпиче. Есть, кстати, выпуск, вы можете посмотреть. Бренд называется Петерсон. Датский бренд, который существует с 1791 года. Вот он на экране. И вот здесь архитектор очень удачно заложил, как я считаю. Ну, вживую он, конечно, вообще классно выглядит. На вот таком хай-тек стиле он сделал декоративную стену из кирпича Петерсон. И стилизовал ее под кровлю, под двухскатную кровлю. То есть, классный получился такой архитектурный ход. И действительно, у этого дома появилась душа, какая-то изюминка, которую можно воплотить и в таком кирпиче. Можно декорировать один этаж, сделать облицовку, допустим, вот как на данном проекте. Здесь у нас очень много стекла. И сделан, выделен именно из кирпича второй этаж. Либо, наоборот, первый этаж. Либо кусок стены, либо какую-то секцию. Потому что хай-тек стиль, он подразумевает собой комбинирование различных материалов. Ну и сам хай-тек переводится как высокие технологии. То есть, здесь преимущественно должно быть много стекла, дерева. Возможно, это будет штукатурный фасад и кирпич, конечно же. Вот сочетание стекла и кирпича, оно дает шикарный внешний вид и такую душу дает проекту. То есть, это не просто уже выглядит, как некая школа какая-то. Это действительно видно, что это архитектурная, классная работа. Над этим проектом поработал архитектор, заморочился, добавил крутой кирпич. Вот поэтому подумайте над этим. Можно декорировать отдельные какие-то участки. Можно сделать вставки под окнами. И это будет тогда не так дорого. Кстати, его еще можно пилить пополам, потому что кирпич полностью четырехсторонний. И когда мы распиливаем кирпич, мы получаем два кирпича и порядка экономия 40%. Ну, потому что в два раза не получается, еще нужно попилить за эту работу, заплатить. Здесь у нас, как я ранее сказал, три цвета. Базовый – это вот этот оранжевый коллекция «Антигон». И цвет называется «Оранж». Сортировка 3,5. Это вот эти вот пурпурные, яркие, такие оранжевые кирпичи. Также шестой цвет и шесть «РБ». Здесь их порядка по 10%. Основная база – это сортировка 3,5. И вот посмотрите, как классно сделана кладка. Здесь у нас утопленный шов, то есть мы делали специальную расшивку. Черный шов, оранжевый цвет на черном шве. И без вертикальных швов мы сделали, то есть практически вплотную. Такой тип кладки существует. Кладка хаотичная. Основное правило – это кирпич не должен пересекать, не должна совпадать линия вертикальная под другим кирпичом. То есть нужно обязательно смещать. И вот, конечно, тут благодарность каменщикам, что они смогли так подобрать. Потому что когда большая стена, это достаточно просто сделать. А когда вот небольшой участок, либо участок стены между окнами, вот так подобрать хаотичную кладку достаточно сложно. Вот здесь ребята, конечно, молодцы. Правильно раскидали темные акценты по разным местам. Сделали где-то у нас два ряда с тонкой кладки. Размер у нас 200 на 40. И где-то у нас один ряд пересекает, где-то два. Это уже формат известный европейского кирпича, ручной формовки 215 на 65. То есть два типа формата здесь. Расшивка утопленная, как я сказал. Ну, такой участок стены. Вы можете приехать, посмотреть у нас, ну, и насладиться этим прекрасным, я бы сказал, произведением кирпичного искусства. Друзья, ну, вот такой у нас новый формат получился. История одного макапа. Обязательно напишите комментарий, как вам понравился такой формат. Стоит ли дальше продолжать рассказывать вам про заводы, про кирпичи. Возможно, когда-нибудь побью прямую трансляцию президента. Напишите обратную связь. И, кстати, напишите e-mail, и мы вам вышлем, кому интересно, каталог и презентацию на вашу почту. Презентация, каталог. Всем желаю удачи, отличных проектов, разбираться в материалах, в кирпичах. Пишите комментарии. До скорых встреч. Увидимся. Продолжение следует...